Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Наша любимая рубрика Потери российско-фашистских войск в Украине на сегодня, на 7 января 24 года приближаемся к 3 году войны который Киев за 3 дня общая обстановка в принципе характеризуется такими же самыми словами как и вчера грубо говоря это это похоже на Первую мировую войну когда огромные линии плюс-минус огромные линии окопов с двух сторон с периодическими атаками с продвижением на 100-200 метров в ту или иную сторону но осенью и зимой вообще-то боевые действия вести наступательное мягко говоря сложно по понятным причинам техника не может работать и вести их могут только самоубийцы что касается расистов это так и есть, вы посмотрите у них почему-то пик их наступлений кроме вот лета прошлого года когда там было сумасшедшее сумасшествие у них лето, извините да, 22-го, да, прошлого года позапрошлого да, когда они там перли летом, да, в Харьковской области вот все остальное они почему-то ведут осенью и зимой видимо я не знаю зачем их утилизирует собственное командование и зачем они зимой ложат и осенью когда условия таковы, что вряд ли можно надеяться на победу они ложат огромное количество лишнего состава и техники ну, это как говорится их решение видимо они считают, что людей у них много а бабы еще нарожают такое дело хуже дело у нас со снарядами видите, летом у нас было снарядов больше, чем у расистов мы выпускали вот сейчас у расистов опять кратное преимущество это к сожалению это факт хорошо, что у них скажем так не так много очень хорошо подготовленных артиллеристов то, что есть такэсоби сама по себе их артиллерия тоже из восстановленных пушек ну, можете представить себе как они работают после того, как лет 40-50 постояли на открытом воздухе по крайней мере большая часть из них это хорошо ну и северокорейские снаряды которые к ним пришли они стреляют вне всякого сомнения но один стреляет так а другой эдак поэтому какой-то абсолютной точности говорить тоже не приходится но их больше их тупо больше у нас с качеством снаряда все в порядке у нас с количеством не в порядке это говорят, собственно говоря и военные это знают все из-за того, что Америка пока что слилась из-за своих внутренних проблем наш основной спонсор видите, сейчас это Южная Корея это индийские снаряды пошли немецкие традиционно наши собственного производства их не так много но они уже есть финские ну вот то, что то, что нам помогают те страны что нам помогают но и этого этого, конечно же не хватает поэтому выстрелов мы делаем меньше но они точнее это раз второе у нас большое преимущество в малых дронах которые действуют на линии фронта и которых у нас достаточно скажем так и мы просто тупо вышибаем вот знаете на той же самой дистанции на которой работает работает российская артиллерия то есть у них же пушки не супер дальнобойные поймите правильно у них обычно ну 17 километров ну 20 километров в некоторых условиях у нас советская артиллерия такая же те что советские стволы а вот западная 40-44 километра там в определенных условиях до 60 километров у русских таких пуш ну они тоже есть называется пион или же малка но это 203 миллиметра но их мало их мало и они не самые точные в мире и они очень скажем так мягко говоря не скорострельные вот чтобы вы понимали арчер может за минуту выплюнуть по-моему до 9 снарядов вот а пион один снаряд ну вот плюс арчер точнее ну к примеру скажем так да и вот в этом вот промежутке где работает российская артиллерия как раз работают наши фпв дроны соответственно выбивают очень много российских российских орудий и собственно говоря работа дронов поэтому очень важно донатить тем же Стерненко и так далее и так далее кто там собирает сейчас на дроны очень важно донатить потому что вот эти дроны они создают паритет в результате огневой мощи потому что снарядов больше у них и пушек больше у них но они не точные снарядов меньше у нас и пушек меньше у нас но они более точные а вот дронов а вот дронов больше у нас вот видите расисты кричали у нас там столько дронов у нас это где они во первых нужно иметь дронов во вторых нужно иметь антидроновое оружие к этому всему чтобы гасить дроны противника и оборудование по работе против дронов ну у нас оно худо-бедно есть у них худо-бедно оно тоже где-то есть но как они жалуются не на фронте это их проблема скажем так в любом случае наши дроны они очень серьезно мешают расистам использовать свое преимущество в артиллерии если вообще не сводит его на ноль вот так за вчерашний день да а линия фронта даже нет смысла повторять те же самые населенные пункты это все там же там же там же и там же они продвинулись 100 метров наши продвинулись 100 метров вот пока что так хотели они Авдеевку взять до нового года ну хочу спросить ну и вот и я об этом да зато потери у них регулярные по тысячу каждый день это железно там чуть больше там чуть меньше но железно у них огромные потери правда сейчас накал как-то атак у них немножко поубавился видимо прыть и поубавилось лишнего состава мало меньше стало много но уже меньше тот который есть поизрасходовали а новых понарожать не успели по всей видимости 860 путинских федерастов которые пришли на нашу землю с оружием выбивать женщин и детей отправлены за вчерашние сутки курсом русского военного корабля всего общее количество путинских боевиков которые зашли на территорию украины но что-то у них пошло не так они увидели цифру цифру 200 составило 364 тысячи 730 нормально за вчерашний день было уничтожено 4 рашистских танков общее количество 6022 с начала войны и также 22 это очень хороший улов по бронемашинам за вчерашний день всего 11 тысяч 180 постоянно отрабатываем кстати наши дроны красавчики не только по артиллерии работают и по танкам прекрасно работают и по бронемашинкам а вот по артиллерии да вообще шикарно посмотрите 36 я не говорю что все 36 пушек которые за вчерашний день там были прибиты это работа дронов конечно нет это и артиллерия наша работает и авиация работает ну просто дроны конечно они сейчас носят такую очень серьезную лепту 36 путинских самоходных и несамоходных орудий за вчерашний день закобзонено и общее количество которое путин потерял орудий составляет 8653 ого одна единица РСЗО град 951 штука и 4 средства ПВО что хорошо всего 637 с начала войны что хорошо что два из них это панцирь С дорогие очень дорогие вещи вот на крещатике их видели ни разу ни два не стояли в таком уже непотребном состоянии эти панцири вот 4 штуки 4 штуки из них два панциря это хороший улов очень хорошие ребятки наши красавчики самолеты вертолеты 329 324 сохраняется а вот беспилотников сбито за вчерашний день 24 штуки таким образом общее количество путинских беспилотников снятых так сказать с неба которые их поздергивали оттуда нечего там летать 6811 по автотехнике 45 единиц за вчерашний день всего 11523 ну замечательно логистика у них хромает именно из-за того что у них не хватает снарядов там нечего подвозить нет подвозить им есть что но вот не на чем а то что выезжает не доезжает это очень хорошо и 10 единиц спецтехники замечательно отрабатываем вот эту всю спецтехнику это рэбы это всяческие камеры наблюдения большие такие тяжелые называются муром это всяческие радиостанции 10 штук за вчерашний день всего 1327 с начала российско-фашистского вторжения таким образом мы видим что Россия продолжает терять как лишний состав так и технику Путин на это судя по всему не сильно печалит но значит он сточит свою армию в Украине под ноль свободы Украина до сих пор Продолжение следует...